В редакцию «Вестей» обратились жители одного из населённых пунктов Зеленчукского района. Люди обеспокоены судьбой больницы в станице Кардоникской, которая, по их словам, в скором времени может быть закрыта. Ситуацией разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Это здание Кардоникской участковой больницы было построено в 1972 году. Рассчитано оно на нужды 7800 станичников. Здесь по мере необходимости также лечатся жители Хасаут-Греческого и Кызыл-Октября. Последние, впрочем, по данным районных медиков, к этой больнице не прикреплены. В августе узнаём, что здание будет сломано, и на его месте построят, вот на этом месте построят здание такое, размером 500 квадратных метров, где будет всего лишь 8 койко-мест. Вместо того, что сейчас находится в данный момент, на вчерашний день, вот женщина приходила свою маму проведать, и она говорит, полным-полно больных, 30 человек лежит. У нас на сегодняшний день 11700 человек на обслуживании данной больницы. Узнали о том, что вместо неё хотят построить ФАП, фельдшерско-акушерский пункт. Ну, я так понимаю, после больницы должны построить либо другую больницу, уже на 8 тысяч, вернее, на 11700, либо отремонтировать данную, но с таким условием, чтобы здесь можно было поставить уже не 50 коек, а больше. Немножко поизучали федеральные законы, постановления правительства. Многие документы подняли. Несложные расчёты говорят о том, что здесь должно быть на наше количество населения. Это не я придумал. Это норма Министерства здравоохранения Российской Федерации. Там более 100 коек. При вполне сносно отремонтированной не так давно кровли и вставленных на первом этаже пластиковых окнах, само учреждение выглядит не очень презентабельно. Хотя на восстановление здания вроде бы выделялись какие-то средства, о чём жители напомнили во время схода в станичном доме культуры, где на обсуждение вынесли будущее медучреждение. По словам главврача Зеленчукской районной больницы Анатолия Величко, ранее капитальный ремонт здесь не проводился. При этом изначально планировалось выполнить работы в 2018 году. Однако в конечном итоге объект внесён в программу на 2024. Будет ли это обновление старого здания или строительство нового, зависит от многих нюансов. Руководитель медучреждения отметил, что ремонт может оказаться неэффективным и экономически нецелесообразным. Как хирургу к вам вопросов нет. Мы знаем, что у вас рука лёгкая. Ну как к управленцу есть? Посмотрите, что там внутри, какие там койки. Просто полежите на этих койках, ляжьте. И вот здесь, посмотрите, 70 лет, 80 лет женщины. Как они могут просто на этой кровати, если это можно кроватью назвать, лежать на этом. Когда будет сделан капитальный ремонт или будет выполнено строительство, будет замена мебели и оборудования. Чуть-чуть уточню. По поводу ремонта может оказаться, что не будет замены мебели и оборудования. При строительстве это будет сделано обязательно. Это ответ на ваш вопрос. То есть, возможно ли что-то поменять. Почему не менялось раньше? Да потому что не за что было. Вопросов у людей накопилось много. Далеко не на все из них нашлись сразу обстоятельные ответы. Я помню больницу в 2008 году. Приехала я сюда в 2001. Здесь было и рентген был, гинекология, акушерия была, детское отделение было, стоматология была. И врачи были те же самые, что сейчас сидят у нас здесь в зале. Почему до такой степени было запущено медицином именно в нашем кардонистском сельском поселении? Любопытно, что собрание станичников проходило в здании, которое значительно старше больницы, но выглядит куда лучше. Во многом из-за своевременно проведённого ремонта. Большинство жителей всё же надеются, что выбор сделают в пользу сохранения постройки, так как боятся остаться без того, что есть сейчас. Хочется верить, что устраивающее всех решение всё же будет найдено. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Корчаево, Черкесия, Зеленчукский район.